Привет, девчонки! Сегодня я хочу снять для вас видео о моих любимчиках этого месяца. Такое видео первый раз у меня на канале, еще я не снимала ничего подобного. Мне почему-то очень хочется поделиться с вами любимой книгой, любимым фильмом и все в таком духе. Потому что я, когда нахожу какую-то новинку, которая мне очень сильно нравится, я почему-то к ней очень прикипаю всем сердцем, мне хочется об этом рассказать. Всегда я рассказываю об этом своей сестре Насте, она меня всегда очень внимательно выслушивает. И у меня становится такое облегчение, что я с кем-то этим поделилась. Ну вот я решила снять видео и поделиться с вами. Я уже писала пост в инстаграме, насколько мне нравится ремарк, насколько я обожаю его слог, насколько мне нравится, как он пишет. Я очень сильно проникаюсь его романами, и я прям как будто бы там нахожусь. То есть у меня настолько воображение разыгрывается, настолько он классно описывает все, что я очень сильно проникаюсь именно происходящим. Книга этого месяца — это «Жизнь взаймы». Это очень интересная книга, конец печальный, но это жизнь. В жизни бывает все, как и хорошие стороны, так и ужасные моменты в жизни, которые мы совсем не ожидаем. Это о любви, об отношении к жизни со сторон человека, который смертельно болен, и со сторон, как он анализирует, насколько люди не ценят жизнь, не ценят вообще жизнь во всех ее проявлениях, здоровые люди, которые ничем не болен. То есть там настолько много интересных описывается моментов. Иногда аж слезы на глазах наворачиваются, а иногда прочитаешь какой-нибудь отрывок, и я просто вот так вот сказала книга, и вот так вот думаю. Я просто анализирую и думаю мое отношение к той или иной ситуации. То есть это вот ремарк, это, знаете, это не просто книга, там, Дарья Донцова прочитал и забыл, а именно вот моменты, над которыми прям хочется думать и анализировать. Это очень хорошо, кстати. Любимый фильм в этом месяце? Из новых фильмов, которые я посмотрела, мне очень сильно понравился фильм «Сноуден». Я обожаю фильмы, основанные на реальных событиях, и этот фильм, соответственно, основан на реальных событиях. Идет два с половиной часа, но пролетел очень быстро. Мне понравилось... Кто смотрел? Кто смотрел? У вас тоже заклеена веб-камера? Я после того, как посмотрела этот фильм, пришла и заклеила веб-камеру скотчем. Ну, не прозрачным скотчем, а изолентой. Если вы сделали так же, то у вас паранойя так же, как и у меня. Потому что после этого фильма невозможно не паранойить по поводу того, что... Ну, я на самом деле слышала, что Сноуден там предал в 13-м году, по-моему, Америку. Рассказал какие-то данные засекреченные, но я не знала, что конкретно. Вот. В этом фильме, естественно, описывается все это подробно. Сноуден, кстати, до сих пор живет в России, в Москве, потому что ему дали политическое убежище. В общем, вы посмотрите обязательно этот фильм. Я думаю, вам он понравится. И можно много для себя вынести таких моментов и задуматься над своей жизнью. Третий фаворит этого месяца – это реалити-шоу. Реалити-шоу. Я так умоляла Настю посмотреть это реалити-шоу. Но она, по-моему, так и не посмотрела. Но я, не будучи беременная, и я не собираюсь рожать. Я уже свое сделала. Но мне так понравился реалити-шоу «Беременные». Я смотрела «Беременные 1» и «Беременные 2». Вот я посмотрела «Беременные 2». Я не знаю, почему он меня так зацепил. Хотя эта тема беременности вообще меня сейчас уже никак не трогает и не касается. Но я прямо погрузилась. Очень внимательно смотрела все серии. Советую девочкам, которые, в принципе, находятся в положении или уже даже родили. Взято несколько жизней разных людей. Абсолютного разного статуса. Разного места жительства. И их отношение к беременности. Как они хотят рожать. Где хотят рожать. И как они относятся к натуральным, ненатуральным родам. Кесарево, к эпидуралке и так далее. Ну и вообще, у кого как проходили роды. Это интересно, мне кажется, любой девушке, которая собирается в будущем. Или которая сейчас на каком-то сроке беременности. Потому что я даже после того, как родила двоих детей, после того, казалось бы, у меня такой опыт. Но я столько для себя нового. Я думаю, а, я без эпидуралки рожала. Там, и я порадовалась, что я рожала без эпидуралки. Потому что там некоторые девушки, в том числе Саша Зверева, которые за естественные роды. Ну, говорят, что это там так или иначе как-то влияет на ребенка. И это так. В общем, я заняла сторону девушек, которые за естественные роды. Там, опять-таки, разные стороны. Кто-то за естественные роды. Кто-то говорит, да, зачем я буду мучиться. Сделаю себе эпидуралку. И обязательно рожать только в самом лучшем там роддоме. Чтобы все капельницы были. Чтобы все врачи были вокруг меня. И ты как-то стаёшь на ту или иную сторону. Выбираешь для себя, что как бы ты. Поступил бы или поступишь, или уже поступил. Советую девчонке посмотреть, кому интересна тема беременности и детей. Кстати, я хотела у вас спросить, насколько вам интересна эта тема. Потому что я, в принципе, рассказываю только о макияже. Но во влогах, так как мы, я и мои девчонки, и сами мамы. Мы, естественно, так или иначе поднимаем тему материнства. И интересно ли вам, чтобы мы обсуждали эти темы во влогах. Честно сказать, я уже не касаюсь темы беременности, кормления и вот такого грудничкового возраста. Я как-то уже отрываюсь от этого. И уже больше мне интересно и больше я готова разговаривать о воспитании. О том, что нужно вкладывать в ребенка, что я хочу вложить в ребенка, ну и так далее, в общем. Ну, либо можете в комментариях написать, либо там где-то в личных сообщениях, как хотите. Интересно просто на самом деле. Я хочу рассказать о девушке, которая меня в этом месяце, а даже, может быть, не в месяц, а все лето. Я очень полюбила ее инстаграм. Нравится вообще вся ее жизнь сейчас. И я слежу за ней. И стала замечать за собой, что у меня улыбка до ушей, когда я вижу ее видео, фото. Как-то я прям тоже в ней очень сильно прониклась. И хочу вам рассказать немножко о Маше и показать ее инстаграм. Потому что мне в этом месяце он больше всех понравился. Мы практически однофамильцы. Савина. Только у нее 2F на фамилии Савина. Вот. Инстаграм Маши. Мы с ней знакомы лично, но могу сказать, что мы не общались на какие-то личные темы или как-то близко не общались. Просто знакомы. Но чем мне нравится ее инстаграм? Маша сейчас путешествует как раз-таки по югу Франции. Ницца, Канда, Монако. Мне безумно нравится инстаграм. Видосики, которые они выкладывают. Они путешествуют, отдыхают. Вообще такие красотки, спортивные, красивые. Маша дает советы по спорту в основном. Потому что Маша сама хореограф. Танцует. И очень спортивного телосложения. Также рассказывает о своих передвижениях. О том, что они делают. Где они находятся. СМЕХ. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я так хочу на море, я так хочу просто отдыхать, веселиться, не думать о никаких проблемах. У меня всегда улыбка на лице и какой-то позитив возникает, не знаю, мне кажется, это очень важно в наши хмурые будни, когда у нас наступает осень, смотреть на приятные красивые картинки, на красавиц девчонок и на море, на позитив. И давайте я вам еще расскажу о блогере на YouTube, который мне в этом месяце понравился и нравится. Ну, во-первых, хочу сказать о том, что я случайно, я даже не помню, как я наткнулась на канал Кати Кейт Спорт. И представляете, наткнулась на YouTube на Катин канал о спорте. Во-первых, я продолжительное время занималась по ее тренировкам, которые она советует. И оказалось, что мы вообще живем чуть ли не в одном районе. И это как-то вообще парадокс. Хотя я увидела Катю на YouTube, я подписалась на ее канал, стала комментировать ее видео, смотреть ее видео. И оказалось, что мы живем очень близко. Это вообще очень странно. Безумно горжусь, мне безумно нравится канал моей сестры, влоговый о жизни эмигрантах в Испании. Кто-то следит за моим каналом и за каналом моей сестры и знает все вообще сейчас жизненные обстоятельства наши. Но если вы не подписаны, подпишитесь или посмотрите Настин канал. Ссылку оставлю внизу. Он о том, как, собственно, моя сестра со своей семьей собрались покинуть Россию, уехать в Испанию на постоянное местожительство. Как это все происходит, как они туда едут, какие случаются моменты в жизни, о которых ты тоже, опять-таки, совсем-таки не подозреваешь. Но у жизни свои планы, я уже это поняла. Радуюсь и ликую, когда выходит новое видео. Кстати, у меня тоже такие немного странные вещи. Я очень эмоциональный, видимо, человек и очень сильно близко к сердцу воспринимаю некоторые моменты, когда выходит какое-то новое видео моего любимого блогера. Я просто неистово радуюсь всегда, очень почему-то. И, в общем, когда выходит Настя на видео, я прямо хлопаю в ладоши, включаю большой экран и смотрю. Кстати, о новостях. Я, слава богу, мы наконец-то едем отдыхать. Едем отдыхать в Испанию к моей сестре. Ну, Настя сейчас находится в России, потому что случились некоторые обстоятельства. Но скоро, совсем скоро, может быть, даже вместе мы поедем обратно в Испанию и будем наслаждаться хорошей погодой, потому что я уже просто не могу выйти на улицу. Санкт-Петербург меня просто убивает своей погодой. Как может начинаться лето несколько месяцев, а заканчивается оно почему-то в один день. 1 сентября резко становится осень, сразу опадают листья, ветер, дожди и холод. Но почему-то лето к нам приходит очень-очень медленно. Оно почему-то 1 июня не шпарит солнце, не жара. Как-то вот оно раскочегаривается только к августу, и вот уже-уже-уже быстренько проходит август. 1 сентября наступает осень. Незамедлительно. Меня почему-то это просто поражает. Поэтому я уже хочу сбежать от этой депрессивной погоды, быстрее уехать на моря. На моря. Я очень была рада с вами пообщаться. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Если да, то вы знаете, что делать. И до скорой встречи. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. 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 Добро пожаловать.